Муртузали, Патимат, разговор тяжелый, поэтому простите, что мы сегодня вас опять тревожим этими событиями. Я хотел бы еще раз принести вам свои соболезнования по поводу потери детей. И здесь одно может нас объединить в понимании, я тоже знаю по себе, что такое терять детей. Хотелось бы в этом отношении только каким-то образом вас укрепить и поддержать. Сегодня, являясь исполняющим обязанности главы республики, я понимаю, что ваше горе, оно в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, за эти смутные времена потеряли детей. Но жизнь продолжается, жить надо. Я никоим образом не призываю забыть о том событии, которое произошло. Но это невозможно. О том, что время лечит, говорят только те люди, которые сами через это не прошли. Время не лечит. Время, наоборот, только дает возможность, вы меня поймете, о детях вспоминать так, что вот если бы это было сегодня, ему было бы 20, а ему было бы 25. А, наверное, он бы уже обзавелся семьей, наверное, у нас были бы уже внуки. Я это прекрасно понимаю, поверьте, что чем дольше мы с вами будем жить, тем больше у нас будет вот таких эмоций. Потому что детей, которых рядом нет, они все равно рядом с нами. Они все равно рядом с нами, они живут, мы думаем, что вот сегодня, наверное, так бы было, так было, и в этом смысле это хорошо, что мы помним, а пока мы помним, они живут. И сверху смотрят на нас и думают, наверное, о том, что мы, наверное, тоже в этом отношении укрепляют и поддерживают нас. Я хочу вам на сегодняшний день предложить следующее. Не как глава и не как руководитель, просто как человек, который тоже понимает ваше горе и разделяет его. Давайте мы будем дальше жить, а я вам буду стараться помогать не только морально преодолеть какие-то вещи, но если будет необходимость каким-то образом укрепить вас, потому что возраст идет, мы все уже не молодеем, была бы опора на детей, они бы помогали. Давайте сегодня я в какой-то степени в этом отношении попытаюсь эту помощь организовать. У меня есть хороший друг, товарищ, Хизри Магомедович, он тоже здесь присутствует не как должностное лицо, а как человек, который искренне может вам помочь. Поэтому если мы с государственным препятствием, с Хизри Магомедовичем, как с человеком, в этом отношении попытаемся вам помочь и быть опорой в тех вещах, где вы могли бы сегодня рассчитывать на детей, рассчитывайте на нас. Я думаю, что там есть какие-то вещи, где-то. Я думаю, что там нерешенных вопросов не будет. Если будет возможность, вернее, если вы не будете против, я где-то весной подъеду к вам, мы посмотрим. И заодно посмотрим, как вопросы будут решаться просто сейчас. Хорошо? Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам. Единственный человек, который нас принял в этом здании в ТВ. Мы очень благодарны. Мы очень благодарны, что вы такой теплый пример сделали для нас. И мы просим вас, чтобы вы приехали к нам весной как раз. Там созделал. Если вы можете приехать по одной деревею посадить, это вообще было бы для нас. Спасибо. 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 Спасибо.